всем большой привет с дачи весна наверно нужно переезжать скоро на дачу дел здесь очень много земля подсохла мель подсыхает еще можно уже приступать к работе а я сейчас приступлю к открытию этих вот своих укрытий эти роз если был слегка приоткрыт один конец сейчас открою но это тут ветром тоже снесло сейчас буду делать открывать с двух сторон материал чтобы был продух с двух сторон укрытием и и и и и Вот так вот, зелененькие все, хорошие. Субтитры создавал DimaTorzok Вот такие они там, зелененькие. Субтитры создавал DimaTorzok Я делала новый способ размножения роз под зиму, то есть осень и под зиму. Вот смотрите, зелененькие. Если они и дальше пойдут, то я вам полностью покажу, как я это делала. Вот, потому что те, которые летом размножал, не все перезимовали череночки. А вот эти прям все зелененькие такие, хорошенькие. Вот еще раскрыла один домик. Вот так вот внутри выглядит. Вот так вот они начинают расти. Ну, теперь я их открыла с двух сторон. Это будет еще один этап. Потом следующий этап. То есть раскрываю я их постепенно. И сегодня вот такой несолнечный день. И это очень даже хорошо, потому что в такую пасмурную погоду хорошо раскрывать. Хотя я сейчас не полностью раскрываю. Я сейчас просто открываю с двух сторон. Но у меня еще целая куча этих домиков, чтобы раскрывать. Пошла дальше делать. Вот еще два домика раскрыла с двух сторон. Ну, все они там зелененькие, хорошенькие. Ну, а что в таком домике-то, что не перезимовать? Единственное, есть проблема. Здесь вот нет, а в других, что мыши поели розы. Вот смотрите, как мыши едят. Прям вот этот вот материал. Этот материал вот в такую вот труху превращает. Тут и листья они ели. Интересно, а тут молодая роза осталась. Вот одна вот такая вот торчулька осталась. Ну, это, слава богу. И вот так мыши съели, подъели. Ой, ну вот один вроде держится. Да, один держится. Это клематисы, видите? Все оторваны. Ну, они их перегрызли. Тут такая луночка у клематисов-то. Или листьями были дубовыми закрыты. Не знаю, выйдут, не выйдут они. Вот, вообще-то вот должны. Вот тут вот есть. Слава богу, остался. Будлею раскрыла с одной стороны. Вот смотрите, там на ней уже есть почечки. Значит, хорошо перезимовала. А здесь рядом рододендрон. Сейчас я его полностью раскрыла. На нем такие есть почки. Ну, вот это вот не будет тут ничего. Вот такой он у меня. Смотрите, как вигеллу мыши съели. Ну, практически всю кору. Вряд ли она выживет. Так жалко. Столько лет над ней тряслась и ухаживала. Ну, все, друзья. Мы поработали. Едем домой. Первые дни работать на дачу нужно немножко. Иначе... Иначе все разболится. До новых встреч.